Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Мы предлагаем вашему вниманию третью передачу про творчество Карла Эстрады. В двух предыдущих наших передачах мы разобрали ее теленовеллы 80-х и 90-х годов. Сейчас переходим на век 21-й. Итак, 2001 год. В 2001 году Карла Эстрада создала теленовеллу «Источник» «Эль Манонтьяль». Это был оригинал, за что ей в очередной раз огромное спасибо. В главных ролях одна из любимых актрис Карла Эстрады Адела Норьего и Маурисио Ислас. Сюжет этого сериала, если смотреть по синопсису, достаточно стандартный. То есть не было там на этот раз никаких завязок оригинальных. Тем не менее, сериал вышел хорошим. И самое главное, сериал имел очень большой успех у публики. Как у публики, так и у критиков. То есть с рейтингами на этот раз у Эстрады было все очень и очень хорошо. Если говорить о личных впечатлениях от этого сериала, то главная пара Норьего и Маурисио Ислас, ну что, стандартная главная пара. В общем-то, ничего особенного там не было. Но в этом сериале была абсолютно потрясающая героиня у Даниэлы Рома. Она играла маму главного героя с весьма сложной судьбой. И я могу сказать, что это был отпад. Это была отличная роль, отличная актриса. То есть Норьего с Исласом, там, конечно, были главные герои. Но, как и в случае с привилегией любить, старшее поколение главных героев переиграло. Это касается не только Даниэла и Рома, но и Элехандро Томаси, который играл ее мужа по совместительству главного злодея. Папу главного героя сыграл он классно. У них пара с Ромой получилась великолепной. Что еще можно сказать про теленовеллу Источник? Там был абсолютно потрясающий финал. Вообще, Карло Эстрадо довольно большая специалистка по неожиданным финалам. Потому что есть такой журнал People and Espanol, и он проводил опрос относительно 20 незабываемых финалов теленовелл. Ну так вот, треть сериала Карло Эстрадо, по-моему, треть, в этот список вошла. То есть Карло Эстрадо умудрялась неожиданно заканчивать свои теленовеллы не один и не два раза. В частности, в этом списке была и Алондра, и бедные родственники, и Узы любви, конец которого не дает покоя до сих пор, потому что так и непонятно, кто же там погиб. Ну так в этот список вошел и телесериал Источник. Как он закончился? То есть главная пара, ну тут понятно, свадебка, все такое. А вот относительно героини Рома это было классно. Муженек у нее, папаша главного героя, был тот еще гад. Ну так вот, Даниэла Рома его в конце, героиня Даниэла Рома, его в конце хладнокровно пристрелила из ружья. Причем это было вот именно, это было хладнокровное убийство. То есть там не было никакой самообороны, никакого выброса адреналина и так далее. Это было хладнокровное убийство. То есть главный герой пошел к алтарю со своей Альфонсиной, зная, что мамочка пристрелила папочку. В общем, это был отпад. Не, мне понравилось, серьезно. Это было такое хладнокровное убийство, причем она в него один раз выстрелила, потом они поговорили, а потом она его окончательно пристрелила. Мне вообще всем советую посмотреть, мне очень понравилось. Героиня Рома потрясающая, конечно, в этом сериале. Но если подводить итог, то источник имел очень большой успех, как у критики, так и у зрителей. И крошек с барского стола, судя по всему, хватит и преснопамятный продюсер Шимопат, которая недалее, как сейчас, решила сделать ремейк источника под названием «Тень прошлого». Что у нее выйдет, абсолютно неясно, потому что в главных ролях у нее настолько неизвестные герои, что актеры, что... Мы тем временем переходим на год 2003, когда Карла Эстрада создала абсолютнейший шедевр, по мнению многих, под названием «Амор Реаль», то есть «Истинная любовь». В главных ролях, опять же, Адела Норьего четвертый раз подряд и Фернандо Колонго. Карла Эстрада любит работать с Норьего, и всего они сделали пять сериалов, в том числе четыре подряд. «Истинная любовь» успех имела просто сумасшедший, то есть рейтинги были огромные, за 30 пунктов всегда, а финал собрал за 40, то есть эти цифры были огромные. Сериал вышел, в общем-то, достаточно хорошим, а по мнению публики так просто замечательным. Люди писали, что пара там абсолютно невероятная, критики, в общем-то, были с ними согласны. То есть на этот раз произошло единение, как зрителей, так и критиков. Если говорить про сюжет, была такая писательница Коридат Браво Аддамс, и она в свое время написала книгу под названием «Бодос де Озио», то есть «Свадьба ненависти». По ней в 83-м году уже был сделан сериал, и 30 лет спустя, 20 лет спустя, Эстрада сделала свою версию «Амор реаль», сохранив, в общем-то, все перипетии, но перенеся действия в Мексику и во времена войны за независимость. То есть в книге там вообще было страшно, там действие происходило в России. Каким образом Коридат Браво Адамс туда занесло, непонятно. Но тем не менее. Да, а Карла Эстрада перенесла действие в Мексику. На этот раз пара, главное, получилось, в общем-то, достаточно неплохо, но чисто на мой субъективный взгляд, все-таки возраст Адела Норьеги уже начал так потихонечку подтачивать восприятие от ее героинь, то есть когда 34-летняя актриса изображает 20-летнюю наивную дурочку, ну, меня это уже как-то начало поднапрягать, потому что все-таки возраст никуда не денешься, к сожалению. Что касается Фернанду Колумги, то герой его, может быть, я навлеку на себя огромное количество негатива, но его герой мне не понравился. То есть это был абсолютно стандартный сериальный герой, ничего в нем особенного не было. Что касается главной пары, мне она, откровенно говоря, не нравилась, ничего особенного я в ней не видела. И вообще мне в этой сериале больше всего нравился герой Маурисию Ислуса, что называется, третий лишний в этом треугольнике. Вот он был хороший, его Адольфа, вот я видела, что он эту дурочку любит и так далее. А что касается главного героя, ну, извините. В общем, сериал у меня особенно симпатии не вызвал, но успех имел просто сумасшедший. И до сих пор, истинную любовь повторяется, она имеет успех просто чудовищный везде. Ее показывали в США с огромными рейтингами, в Канаде, в Пуэрто-Рико, где только ее не показывали. И везде успех был огромный. Следовательно, мы можем сказать, что сериал получился отличный. И опять же, на этот сериал уже был сделан ремейк «Локе Лавида Меробо», не так давно закончился. И впервые, в общем-то, за долгое время «Прайм» принес продюсеру рейтинг 30 пунктов. То есть и на этот раз крошек с барского стола Карла Эстрады хватило, на этот раз для продюсера Анхели Несмо. А мы идем дальше, в год 2005. На этот раз сотрудничество Карла Эстрады с Аделой Нарьегой наконец-то закончилось. Но продолжилось сотрудничество Эстрады с Фернандо Колунго. В селеновеле «Рассвет» главную героиню сыграла Лусера, а главного героя Фернандо Колунго. У «Рассвета» на самом деле очень интересный сюжет. То есть на этот раз это был оригинал. Оригинал был написан Марией Старачине, достаточно интересной сценаристкой, которая с Эстрадой уже работала на истинной любви. Но на этот раз сюжет был ее, все было ее. И надо сказать, что «Рассвет» получился сериалом достаточно необычным и по атмосфере, и по сюжету. Потому что, да, сериал был очень интересный, но в то же время достаточно мрачный, достаточно тяжелый и очень серьезный. То есть такого в сериала встречаешь редко. Такой сюжет, там инквизиция, все такое. В общем, достаточно тяжело было его смотреть, чисто по атмосфере, но сделано это было классно. И что касается успеха у публики, то успех на этот раз был. То есть такого бума, как «С истинной любовью» не вышло, но успех был и очень большой. И, кстати, надо сказать, что рейтинги «Рассвета» были хорошие, но не были очень высокими. Почему? Потому что тогда же на «Ацтеке» шел то же самое время. На «Ацтеке» шел первый мексиканский вариант аргентинского телохранителя. И имел огромный рейтинг. Так что «Рассвет» боролся за зрителя именно с этим сериалом. Поэтому можно сказать, что, в общем-то, рейтинги «Рассвета» достигали максимума, учитывая, что имелся такой хороший, такой сильный конкурент. «Рассвета» был отличный актерский состав. То есть помимо Лусера и Фернандо Калунги, там играл также Даниила Рома, Эрнесто Логуарди, Луис Роберто Гусман, который создал колоритнейший образ злодея. В общем, сериал вышел, на мой взгляд, лучшей истинной любви. Он был по сюжету просто классный. В общем, всем рекомендуют посмотреть. Что касается «Фремень», «Рассвет» взял все, что только можно и абсолютно заслужен. Но, кстати, в «Рассвете» была отличнейшая песня Пласида Доминго в заставке. Песня была просто потрясающая. То есть Доминго первый раз в жизни записал песню для сериала. И она у него получилась великолепная. То есть сценар сработал на 5 с плюсом. Но что меня просто изумило, так это то, что ТВ и новелла 100 год Доминго не получил. А получил приз на лучшую песню сериал «Ребелды» и безголосые девочки-мальчики из группы «РБД». Вот уж не «Ветал» Пласида Доминго, что он им проиграет. Но если подводить итог под сериалом, то сериал вышел очень хороший, очень интересный. Главная пара там была отличная. Но, опять же, извините, я все про то же. Все-таки Лусера было 36 лет. Извините, но я когда на нее смотрела, ну вот в упор было видно, что девушке очень сильно за 30. И когда она начинала там проявлять некоторые качества 20-летние неумехи, у меня это было ножом по сердцу. Не могу я, к сожалению, абстрагироваться от этого. Мне все-таки кажется, что уважение к зрителю – это и когда актеры и герои соответствуют друг другу по возрасту. Но, к сожалению, это бывает очень редко. Мы переходим на год 2007. В 2007 году Карл Эстрады вышел сериал «Страсть. Пассион». Этот сериал, вообще, конечно, с ним была связана куча скандалов, потому что в этом сериале Карла изначально планировала воссоединить пару из истинной любви Аделы Нарьего и Фернандо Колумбе. И вроде как даже съемки они начали, но потом Нарьего от съемок отказалась, вроде как у нее были какие-то семейные проблемы. И Карла Эстрада была вынуждена искать партнершу Колумбе, причем в экстинном порядке. Этой партнершей стала Сузана Гонсалес. Достаточно хорошая актриса, но зрители-то уже настроились на Аделу Нарьего, поэтому зритель изначально страсть смотреть не стал. Карла выбила под этот сериал огромный бюджет, был прекраснейший сценарий, были масштабные, очень красивые съемки морские. То есть после страсти смотреть Дикое сердце, где на фоне картонного моря все происходит, было вообще дико. В страсти морские сцены очень красивые, то есть бюджет там огромный, это видно. Сценарий просто потрясающий, опять же Мария Саратини постаралась. Там отличные герои, но, к сожалению, сериал в 9 часов провалился. Рейтинги были очень и очень плохие, по крайней мере для того времени. То есть рейтинг 24-25 пунктов в прайме сейчас для многих продюсеров является мечтой. Тогда, в 2007 году, это считался провалом. Поэтому сериал, к сожалению, переехал на 10 часов. И, кстати, в 10 часов страсть собирала очень хорошие рейтинги. То есть 26-28 пунктов в 10 часов, это было классно. Финал так вообще под 30 пунктов собрал. То есть, как я понимаю, в 10 часов смотрела менее зашоренная публика, которая оценила, наконец, сериал актеров и сюжет, а не около сериальной страсти. То есть, если говорить о личных впечатлениях, то, на мой взгляд, страсть из стройки исторических сериалов «Эстрады», то есть из линейки «Истинная любовь», «Рассвет», «Страсть» была самой лучшей. И в плане сюжета, и в плане сценария, и в плане актерской игры. Карьеля Карла Эстрады почему-то считается провалом. Хотя, на мой взгляд, это просто был сериал не своего времени, и околосериальная возня не пошла ему на пользу, но сериал отличный. И главная пара там очень хорошая. Но, кстати, «Страсть» до сих пор Карле ставят в упрек, якобы провал, провал. Да какой же это провал? Просто сериалу «Откровенно не повезло». Вот и все. А так заценить его может каждый. То есть сериал мало того, что выложен, так он еще и переведен на русский язык. А потом каждый решается. А мы тем временем переходим на год 2009. В 2009 году Карла временно завязывает с историческими сюжетами и делает «Стеменовоу современную». «Стеменовоу» под названием «Сортилехио». То есть перевести можно там как «Очарование», «Колдовство», «Волшебство». В общем, что-то шаманс. «Сортилехио» это ремейк «Никто кроме тебя». «Никто кроме тебя» это легендарнейший сериал Эрнеста Алонса. И Карла Эстрада, уже сделав ремейк одного его сериала «Бодус де Одиум», решила на этот раз обремейкить «Никто кроме тебя». Для создания сценария она пригласила авторшоп «Никто кроме тебя» Марию Саратинес, с которой они уже на трех предыдущих новеллах отлично сработали. Тут, конечно, у Карлы опять же были проблемы с поиском главной героини. Потому что изначально главную роль в Шортелехию должна была играть Анаи «Выкидыш РБД». Анаи уже вроде как даже какие-то контракты подписала, в общем, все было на мази, но Карла хотела снимать по мексиканским меркам эротический сериал. То есть подразумевалось огромное количество постельных сцен. Когда Анаи об этом узнала, она дала дёру. И Карла накануне начале съемок осталась без главной актрисы. То есть история страсти повторилась. К несчастью для Карлы. Поэтому Карле пришлось в экстренном порядке искать свободную актрису. Свободной актрисой оказалась Жаклин Баркамонтес. А Карла была в ситуации, когда что есть, то и берем. Таким образом образовалась весьма любопытная парочка из Уильяма Леви и Жаклин Баркамонтес. Карле на этот раз, конечно, не повезло с протагонистами, потому что актеры, мягко говоря, среднего уровня. Но, в общем-то, свою задачу они выполнили. Сортилехио вышел сериалом достаточно неплохим. Карла из не слишком удачного кастинга умудрилась который уже раз выжать максимум. Уильям Леви, несмотря на достаточно средние актерские способности, сыграл достаточно неплохо. Герой у него был, на мой взгляд, очень хороший. То есть Саратини, как обычно, постаралась. Когда дело касается главного героя, Саратини, конечно, предпочитает делать его как минимум не неприятным. Мы привыкли к главным героям идиотам. У Саратини главный герой достойный. Так было и в этот раз. Леви со сценарием повезло. Что касается любовных сцен, то тут, конечно, Карла саму себя перещеголяла, потому что их было столько и они были такой степени откровенности, что народ Сортилехио прозвал порно-лехью. Причем это название до сих пор гуляет по интернету, потому что, конечно, для 9-часового сериала обнаженки там было ого-го сколько. Сортилехио, если говорить о рейтингах, к сожалению, не имел даже средних рейтингов. За 20 пунктов, конечно, было, но 24 пункта было максимум, который давал Сортилехио, то есть, в общем-то, Селеновелла по тем временам была провальной. К сожалению, хотя она была не такой уж и плохой, а многие-то считают, что и хорошей, лично мне она, честно говоря, понравилась. Там, опять же, были отличные второстепенные герои, там был потрясающий злодей. Давид Цепеда сыграл злодея, на мой взгляд, просто классно. Насколько он неубедителен в ролях главных положительных героев, настолько же он был классный в Сортилехио, потому что злодей у него был отпадный. Там была потрясающая Даниэла Роман, там был, как минимум, не неприятный Габриэль Сота, там были достаточно хорошие второстепенные линии. В общем, сериал провала не заслуживал, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. Ну, конечно, успех «Никто кроме тебя» Сортилехио превзойти не смог. Но, в общем-то, не он один. До Сортилехио были две попытки на телевизии повторить успех «Никто кроме тебя» и обе провалились. Сортилехио, в общем-то, из этих трех версий была самой приличной. Если кто-то его не смотрел, очень советую посмотреть, опять же, ради героини Даниэла и Рома. Шикарная женщина, ради прекрасного злодея Давида Сепеда. А главная пара, в общем-то, Карла выжила из них максимум. И, к сожалению, 2009 год оказался последним годом, когда Карла Эстрада выпустила сериал. То есть, уже пять лет у Карла Эстрада нет новых работ. Регулярно появляются сплетни, что она рассматривает то один сюжет, то другой, вроде бы даже проводит кастинг, устраивает какие-то встречи. Но, к сожалению, все это оказывается только слухами. Карла делает какие-то передачи на телевидении, какие-то даже премии за них получает. Но это же все не то. Мы ждем от нее отличного сериала с отличной главной парой. Она это делать умеет. Но, к сожалению, эти умения нынче не востребованы. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Поэтому нам остается только ждать и надеяться на то, что Карла Эстрада наконец-то выберет сюжет, выберет актеров и запустится. И покажет всяким там Михием, Лартильо и прочим, что такое настоящий класс. А мы заканчиваем наш цикл передач про Карлу Эстраду и анонсируем, что следующие передачи мы подлетим отвергнутому Хосе Эльберт Показ. Всего хорошего. До новых встреч!